Дорогие друзья, всем маткульт привет! Это рубрика серии объясняют математику Савватееву. И у нас гость Михаил Андреев из МФТИ. Привет, дорогой! Привет! Спасибо, что пришел. Сегодня будет финансовая математика. Вот, финансовая математика. Но вначале расскажи о себе. Пару слов. Сегодня будет некоторый обзор введение такое. Нет, о себе. Значит, я работаю программистом в инвестиционном банке. На сленге то, что я делаю, называется Quant Developer. То есть сейчас объясню, по ходу, что это значит. Тут сразу начинается много таких сленга. Ну, в общем, мы говорим сегодня про финансовую математику. В контексте этого значит в индустрии есть люди, которые аналитики применяют эту математику и вычислительные методы какие-то, которые опираются на математические модели. И есть программисты, соответственно, кто с этими моделями работает со стороны кода. А в физтехе ты что-то делаешь тоже, да? Да. Еще про финансовую математику надо сказать, что есть академическая часть этого вопроса. И есть большая, как бы, ну, область деятельности именно математики, математики, финансовой математики, которая, в общем, она с прикладными вещами связана, но иногда движется какими-то своими собственными соображениями и задачами. Так. На физтехе я читаю курс по выбору про математические методы, математические и численные методы финансов. Все, понятно. Ну что же, давай приступим. Значит, что касается меня. С финансами я шапочно сталкивался в РЭШ, российской экономической школе. Там был такой Владимир Ротарь. Он тогда у нас читал, значит, финансы, но потом он ехал в Америку безвозвратно, буквально там через пару лет после того, как у нас читал, то есть лет 25 назад, я что-то пытался понять. Честно говоря, это был трудный курс. Кажется, я все-таки сдал его на 5, но это было связано с какой-то моей там быстрой восприимчивостью к тому, как решать там локальные задачки. Не с глубоким пониманием. Глубокого понимания этой темы я не достиг. Это я помню. Поэтому через год я просто все растерялся. Все знания, понимания. Помню заклинание формулы Блэка Шоулса и ругань моих практиков, которые говорят, что она не имеет отношения к финансам на этом самом. Ну и все. Больше ничего не знаю. Никаких новых моделей не знаю. Ну, в общем, сегодня будет такое введение. Начнем мы вообще с простой задачки вообще школьный. Там математика будет понятна школьнику. И ну вот почему об этом хочется рассказать. Да. Потому что, во-первых, это красиво. Ну, это уже достаточно. Да. Это уже достаточно, да? Почему вы не стреляли? Ну, во-первых, кончились патроны, да? Это уже достаточно, сказал Наполеон Бонапарт. Для нас достаточно, чтобы будет красиво, на самом деле. Потому что, да, вот на этом канале нас интересует красота математики. И в первую очередь вот на этот акцент хочется сделать. Но какие-то прикладные вещи все равно упомяну, ну, придется упомянуть для контекста, для того, чтобы понимать, почему именно так математическая модель строится. Ну, вот не более того. Ага. И слово финансы, да, как бы обязывает. Ну, в глазах многих, да, если философствовать. Если говоришь математическая экономика, математические финансы, да, то люди ждут прикладухи, да, ждут. Вот если ты говоришь гомологии, к гомологии, да, там алгебраические многообразия, то люди ничего не ждут. Хотя там прикладухи тоже может быть сколько угодно. Вот. А если говоришь такие слова, это типа как бы взялся за гуш, вот ты говоришь слова русского языка, а не математического. И люди ждут, что будут какие-то приложения. Я всегда объясняю, что в математической экономике очень много чрезвычайно красивых моделей, которые по тем или иным причинам сейчас пока не сложилось применить совершенно не очевидно что в будущем это не сложится и кроме того они являются сокровищницей математики всей то есть они как бы они все равно формулируются теми же буковками теми же ну как бы логически строенными теориями я говорю что не требуйте от этого много достаточно чтобы модель было красиво этого достаточно чтобы показывать по крайней мере на конференциях но мы живем ради красоты но если ты будешь говорить о каких-то применениях то мы тоже не будем естественно против ну посмотрим чем успеем мы как бы надо для начала до базовые вещи так значит мы будем говорить про ту часть про ту часть финансовой математики которая связана с деривативными продуктами вот что такое деривативный расчеты деривативных ну и что такое деривативные продукты деривативные это производный по-английски ну то есть никак производные функции а в некотором другом смысле что этот цена этого продукта она зависит от цены другого продукта который изей ну который в данном данной задаче считается с вот и такие вот типичные производные производные продукты для которых нужна уже математика такая нормальная взрослая это опционы так опцион это право купить или продать какой-то базовый актив заранее оговоренный момент времени и значит можно несложно понять какой какая у него будет выплата да то есть если вот это вот момент времени цена момент времени это большое да вот у нас будут параметры соответственно ты большое часто есть вот сегодня мы с тобой так сегодня да это 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 на момент времени да это мы сегодня договариваем сегодня договаривали например 13 июня да да мы выдаем немножко что сегодня 13 мая хотя когда видео выйдет мы не знаем то есть конечно так вот значит через ровно месяц до 13 июня я у тебя покупаю 500 долларов по цене там как 70 рублей за доллар да да и если за это время произошли какие-то страшные события он опять взвился вверх да то соответственно ты в глубоком проигрыше да но это будет зависеть от того что я буду делать да но если сегодня это вот это 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 само право купить она стоит денег да и вот нужно да 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 ты все правильно говори ну единственное что немножко забегая вперед что в принципе вот тут ну и в данном нашем примере я я выступаю видимо в роли маркет-мейкера я выхожу на рынок и предлагаю кому опционы опционов кому опционов горячие свежие да там и ну и ставлю ценник да вот за столько я покупаю за столько продаю вот да это как обменник вот доллары на рубли да то есть он просто у него есть две цены и там он поменял вот в этом плане с работа маркет-мейкера понять какие цены поставить он не пытается угадать куда пойдет в будущем как какие цены поставить и и как потом управлять своей куча народа купит заедут куча народа купит заедут как как потом управлять вот этими рисками ну там да если есть хорошая клиентская база часть друг друга компенсирует да 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 но часть равно останется и какими как-то этими рисками надо будет управлять да это вот эта задача маркет-мейкер это время через которое да да это вот в нашем примере это будет месяц это вот ты там назвал сумму так 500 долларов это называется strike strike это вот как раз сумма да да вот это сумма по которой можно будет купить тебе да да вот и как значит на момент вот этот момент времени ты вот это выплата до выплата по контракту да да она будет зависеть от того какая цена реализуем за и она соответственно если цена реализуется меньше то я не забираю то это соответственно бесполезный для тебя контракт выплаты по нему 0 да если я его купила не продал то есть если как сказать если за это право а это вот рису 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 рисуем твою до до твоя если я купил что были суммы это право то у меня минус это сумма просто но вот сумма это один платеж а потом будет другой плате сумму ты заплатишь любом случае на цену опциона а другой платеж это что ты получишь но именно вот выплата в контракта без учета премии сейчас ничего не получил вот если здесь здесь ничего да а если здесь то ты получу я получу разница до разница то есть это будет прибыль до по контракту то есть вот это опцион типа call опцион на дань если цена выше чем к я из него вычитаю к и остальное мое завтра пошел продал их на рынке и у тебя по 70 они 120 ну и в математически это записывается вот так вот ст минус касты минус да конечно и иногда еще используется для сокращения без нолика здесь сокращение с плюсик да понятно да положительные срезка функции ну мы подробно про эти продукты сейчас говорить не будем просто вот для начала нам нужно понимать хотя бы что-то да какой-то пример надо продукт вот очень да да это нормальный такой обычный так вот и сейчас мы посмотрим на очень простую модель бинамиальная где вот будем рассуждать сколько будет стоить такой опцион давай потом подписано это будет модель дискретном времени а потом ну цель дайте перейти в сторону моделей с непрерывным временем мы посмотрим сколько мы сегодня хорошо поехали до начнем значит с такой простой простого случая значит у нас будем рассматривать такой дискретный мир пошаговая игра есть момент времени t0 и момент времени t1 и время происходит скачком то есть она не непрерывная а как вот некоторых играх компьютерных ты сделал ход время пересла то время перешло не ну в теории игр есть да 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 это вот будет очень похоже на некоторые вот как будем рисовать таблички похожие на то что рисует а в теории игр то не мелко я рисую нормально на камеру так значит вот модель будет очень упрощенная и она вот требуется некоторых усилий даже чтобы поверить что она какое-то отношение может иметь к реальному миру но он и к реальной математике которая может что-то нетривиальное писать но оказывается это правда ну давай правда это потому что исторически эта модель сделана наоборот как упрощение более сложной модели вот так хорошо что происходит значит вот у нас есть вот этот актив которым мы торгуем у него есть цена с ноль это грубо говоря сегодняшняя цена доллара на бирже до который нам с тобой обоим и за и в нашей модели есть это вот у этой этого актива ну это может быть курс валюты может быть курс акции в принципе курс нефти там ну как чего ли да я пони что к этому какой-то вот модель какая-то вот чего-то такого до чего а что вот это что торгуется в этом простом мире и и известно что существует только два возможных исходов вниз и вверх вниз и вверх и значит вверх увеличивается с коэффициентом у а вниз ну собственно тоже да тоже коэффициент д а так вот прям постулируется до что я бы будет да и снова либо будет весной тут есть какая-то он и об да есть какая-то вероятность соответственно в этой модели до переходы вверх и переходы вниз так и еще ну вот финансах очень важный момент наличие безрискового актива ну то есть какого-то стопудового надежного счета в банке стеклянной банке держишь и все да но нет именно в банке потому что вот этот безрисковый актив он приносит тебе дивиденды банка может быть частным случаем но с дивидендами равными нулю да ну да ну в принципе это все наверное эквивалентно тому что ты все пересчитываешь там 0 а тут раз друг и другие по его нет ну а бог с ним то есть вот мы этот приносит процент какой-то да вот его мы будем означать буковкой b вот так значит выберем буковку для того чтобы обозначить здесь вот эту прибыльность этого безрискового актива то есть вот этот уровень на который пойдет вырасти до и rsr то есть это вот некоторые процентные ставка до но и прорисовал тоже да хорошо вот это такая очень простая модель но какой-то выдуманная выдуманный мир но который некоторые важные вот вещи для построения модели экономической финансовой она ухватывает то есть есть безрисковый актив есть риск риск рискованный актив пока время у нас дискретное да он прыгнул и изменился так так что происходит дальше вот и значит вот это вот вот эта вещь она важная безрисковая до ставка что если мы всегда можем положить вот в безрисковый актив деньги и значит прибыльность вот это соответствующий от этой ставки нам как бы это наш бейзлайн да ну то есть какое-то количество денег сегодня эквивалентно вот р умноженное на с в будущем и соответственно обратно если мы рассчитываем на какую-то сумму денег деле в будущем мы можем это дисконтировать обратно или считать сколько денег нужно сегодня чтобы гарантированно получить такую же да понятно так но и сколько у нас периодов таких мы пока один а сегодня пока да это это правильно задаешь вопрос потом мы конечно захотим увеличить количество сделать их маленькими перейти пределу это но это понятно да да то что мы захотим на сначала проанализируем один шаг да так вот и значит первое что здесь вот кажется логичным да если мы рассматриваем какой-то вот такой вот опцион сколько он будет стоить сегодня вот ну задача маркет-мейкера кануна рассказали да выяснить какие цены надо поставить на покупку продажи для этого сначала надо выяснить где там центральная мид до цена да да вот сколько стоит какая честная цена вот логичным предположением но вот зависит от этого к да 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 конечно зависит до логичным вот предположением здесь кажется что это будет ожидание матажи диска дисконтированы им от ожидания дисконтированы на ну у нас один шаг показывает просто вот то есть да запишешь то есть цель цель обозначил здесь это колл опцион да вот у него была цена 0 цена c1 ну кажется что да вот кажется что это логично ну да пока кажется что логично единственно что сейчас там вот как-то вот это вот вот это не помешает нам как-то линия здесь возможность положить в банк просто не помешает она ну или Meari или не помешает все равно в каком-то смысле на есть возможно да сейчас мы увидим что это не так что это не так иначе бы я так неверно что цена сегодня является значит деленным на r мат ожидаем того что произойдет через один период с какой будет мой доход от ожидания дохода ну то есть там вот срезка по нулю какая-то происходит да вот ее надо учесть ну хорошо рассказывай сейчас мы построим рассуждение вот как раз вот интересно поменяемся в терминах очень похожих на теорию игр и вот это думаю будет очень знакомы значит мы будем рассматривать такую стратегию что мы в момент времени t0 да вот у нас будет да мы будем делать следующее мы будем продавать пол опцион мы будем покупать базовый актив и потом будем брать деньги в долг так что в каком-то плане вот твое предположение о том на наличии вот этой стрелочки она тут на самом деле играя да она играет продавать опционы разве можно продавать его можно только купить нет 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 мы говорили я market maker также как обменник да я ставлю цены там где цены и market maker тоже должен две цены края не он поставить на нак для каждого опциона с определенным страйком он говорит на его уникал пока фиксировано я его продаю за строка до покупаю за столько то есть market maker не пытается в принципе что-то угадать он предлагает всем желающим так покупать и продавать и торговать с ним да хорошо и у него взять денег в долг да да ну тут я нарисую пусть это будут рубли да ну это в общем неважно какие мы в одно одно время с подачи моего друга я написал письмо в министерстве финансов российской федерации и говорю что вот должна быть вот должен быть символ валюты рубль на собаки не не приняли предстоит какой был вот для всего до математического мира какой вот какой будет пиар вот от этого до что рубль это вещественные числа вилл настоящий вилл козлы или их там подкупили в англии чтобы они это не делали иначе он сразу бы очень сильно ну стал валюты настоящие эти все манимые какие-то фунты а это настоящий вещественный по-английски рилл вообще красиво да да ну вот козлы просто козлы так вот значит так немножко подвину символ рубля сотру но вот чтобы побольше здесь было стратегия игры против рынка да против их обстоятельств ну стратегии игры это стране к 3 стратегии игры но ее цель будет о том чтобы построить именно равновесных стратегии не обыграть рынок а понять сколько сто человек честная цена а так вот значит мы будем какое-то количество этих опционов продавать получать значит с них премию так то есть еще и переменные вот здесь да да а бы и что-то еще так возьму я вот со знаками пишу потому что это c с этот цены которые вот эти вот сейчас а почему сейчас а я свечу запутался с почему здесь и с а там наверху c а что сегодня допредить в значит в этой строчке будет то что я делаю по опциону здесь по базовому активу а здесь по деньгам а актив еще есть да сам актив для забыл есть же еще сам актив да 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 и он как раз прыгает туда-сюда деньги делают так опцион отдельный актив то есть то есть на самом деле вот тоже тут вот идея какая что смешать вот эти рисковый без рисковый актив каком-то соотношение и это вот оказывается что таким образом можно реплицировать опцион также как модели блока шульц вот значит что у нас будет здесь значит здесь у нас будет два случая у нас значит с 1 равно пошло вверх да да и ну и значит вот здесь вот мы мы продавали опцион мы должны будем заплатить по нему премию в некотором случае как это будет зависеть от страйка да какая возможно нулевая возможно нулевая ну нет ну вот вот тут вот мы возможно нулевая да да это премия вот с премия это будет просто продал тебя могут потребовать потом вот эту самую до реализовать у запятая d да она будет равно у нас с с у запятая d минус к смонос плюс разатом плюс так с у запятая d сейчас а где у тебя c у запятая d ну я имею ввиду что c у и cd равно а вот можно и то и другое да да вот так вот и то же самое для d ну да так это когда он пошел вверх те c у да значит д д так и есть ты продал ты вот это вот делать с тебя как бы этот это с тебя пошло да да это с тебя как бы здесь вот когда он вниз пошел до вниз пошел у тебя скорее здесь ноль потерь меньше вот здесь меньше потерь да да так так это что это ну вот я купил здесь купил какое-то количество базового актива заплатил здесь вот столько денег а тут я его продаю и получаю зависимости от курса да 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 здесь как фактически в минусе потому что да и с деньгами все просто так что как бы они оба вверх просто ниже рынка один из них ниже рынка ну то есть как бы может ли быть что и у и д больше единицы но д просто меньше а ну или здесь как-то принципиально существенно что этот падает хороший вопрос да это принципиально потому что такой случай когда актив риск рисковый но гарантированно лучше рынка ну это какой-то не вырождена ну то есть вот то то для чего хочется построить модель именно чтобы он был такой рисковый чтобы он возможно приносил прибыли больше рынка ну больше чем без риска можно больше чем а может наоборот да вот и да и так что тут сразу действительно стоит заметить и это нам пригодится что у нас по построению вот так вот это вот так модель и наоборот да еще единицу сунуть там больше эрр больше единицы один больше д говорит что не имеет смысла рассматривать когда он в принципе растет ну и с единицей нам не понадобится а вот это нам по ну хорошо в принципе может быть что сюда получается из этих из этих условий уже может быть что все три вверх да может хорошо да может быть но но как бы с точки зрения вот управления финансами да если у тебя актив вырос рисковый да но но без рисковый актив вырос еще сильнее ты все равно проиграл это поэтому поэтому богу больше до единицы или да меньше ответ ответ неважно не в него ранее ответ него да да все хорошо так идем дальше взять денег долг вот взял и выдал с это самое это тебе нужен для нормировки правильный просто так значит вот цель какая то что мы хотим мы хотим подобрать мы хотим подобрать параметры так чтобы вот здесь вот в обоих случаях получалось нули вне зависимости от того какая ситуация случится давай а где а вот значит тем уравнение записать значит при некоторые такие часы технические моменты что мы разрешаем себе иметь и вот в рамках вот такого анализа разрешаем брать тут номинала любые дробные очень большие очень маленькие вот поэтому как ну то есть на практике это может быть не так но и дальше чтобы у нас тут у нас есть два уравнения и в принципе хотелось бы ну количество не переменных уменьшить да то есть чтоб их не был не три а две ну и мы можем поделить на а на самом деле и считать все в пересчете на 1 на 1 куда да да то есть получается что ты как бы в этой стратегии ты делаешь так что тебе похрен и тогда при любом масштабирование этой стратегии тебе тоже похрен да вот и тогда на один call это и будет вот сумма этих а боится она и будет ценой опциона правильно правильный у нас будет просто две вот этих перемен ну да и вот тут заплатил столько если на опциону правильно то что все по 0 давай я тогда скажу да как это будет что мы тогда получим что мы тогда получим мы получим что при любом при любом развитии событий при любом реализации случайной процесса случайно компоненты у нас есть вот эта комбинация которая в будущем стоит 0 до следовательно она и вот в этот момент времени должна обязанность равна нулю и тогда если мы уже знаем x и y то здесь остается только c0 и моего отсюда сразу же находят вот и если цена c0 отклоняется от вот этого расчета то мы можем построить то что называется арбитра арбитражную схема арбитражность и если рыда есть если рынок достаточно эффективный то такой арбитражной стратегии кто-то заметит мы еще кто-то начнут покупать больше покупать или больше продавать и это двинет в цену обратно да 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 мне как-то друг пришел с тортом домой в гости игорь большим красивым тортом было ли 10 назад торт за 1300 рублей купил я говорю что это такое вообще я таких тортов жизни не он говорит это бесплатный торт и вышла фигня много сегодня с утра случился баку сбербанка и внутренний курс обмена через сбер сбер карточку не совпадал со внешним прямо в кассе ну я ведь сколько успел там накачать из этого столько на торт и потратил ну вот да в этом плане финансовые рынки они довольно близки к эффективным ну да и потому что нам все наносило много участников все довольно быстро происходит проще вот эти вот покупки продажи совершать но это не то же самое как с недвижимостью квартиру там даже если ты видишь какие-то возможности для арбитража купить продать там квартиру например это большое дело этим заниматься или плазные расходы да и тогда и куча всего а а на финансовых рынках ты меня сделать за секунду 24 февраля всем было понятно что там через месяц через два будет огромное предложение квартир москве но это будет как бы это будет ну чтобы извлечь из-за какой-то выгоду нужно либо иметь очень много денег и кучу риэлторов да и очень быстро это делать ну там либо не знаю еще и еще ограничения ждал должен быть рынок ликвидный что ты вышел с каким-то предложением покупки или продажи а там есть какой-то встречный участник да и в как раз в такой ситуации неопределенности рынок скорее всего недвижимости он замер но они будут продавать просто да вот они все стоят это я заглянул в циан да вот на все был так и так как я сказал так и было да то есть там где не знаю наши измайлова там это район из которого вообще никто никогда никуда не уезжает это район где невозможно купить квартиру их очень мало то что это самый лучший район понимаешь а тут раз и куча значит предложений но они по старым ценам ясно что это него ну никто из них ничего не продам ну да совершенно очевидно и они не готовы идти вниз потому что у них психология что должно быть за 17 миллионов и все а вот если как бы меньше то и горе все огнем я все равно не продам то есть дальше начинает играть вот это вот дело да понимаю да ну и то же самое что если цены движутся резко вверх то же самое никто не будет спешить ну люди будут стараться найти где же она становится не проиграет то есть это мы замирали количество количество вот этих встречных предложений на рынке это ликвидность да в финансовых рынках обычно она выше поэтому я возможности реализовать арбитраж если он как-то находится на рынке она больше да поэтому вот это вот рассуждение вот оно тоже есть сложно важное не да не просто тупо взять ждать и получить а сделать все действия которые тебя застрахуют да дальше понятно любой человек сам решит до через п и через п этом все подожди вот смотри пп здесь нет ну ну его пока не думаешь будем оценивать сейчас вот смотри п здесь не будет а как мы вот мы выгназал что вот это происходит с вероятностью да я да да она происходит с вероятностью п но меня это не интересует я построил вот такую вот такой портфель а не интересует но когда ты будешь считать час сейчас мы посчитаем ну не пойдет п вот это удивительно да это я согласен что это удивительно но она туда не войдет а как тогда это будет означать что я напишу по и равно единице все пересчитаю сейчас мы об этом поговорим вот и значит давай я еще сделаю акцент на том что мы делаем мы мы строим вот такую вот это можно назвать стратегии торги с самофинансирование потому что вот если нам нужно взять денег то есть вот она здесь нулю равна да нам денег извини не нужно и она эта стратегия реплицирует опцион то есть вот реплицирует ну ладно наверно тут ну нет она сводит его риск нулю вот да наверно так проще правильность когда мы здесь эта стратегия хеджирует риски опциона она хаджи вот это вот в него ходит опцион и вот вот то что мы прибавили она актив она она хеджирует риски опциона в ноль и вот если у нас есть такая стратегия то мы можем рассчитать рассчитать цена опциона а реплицировать опцион будет вот эта вот часть то есть у нас будет что-то плюс опцион значит вот эта штука вот эта штука она она с обратным знаком она все время будет давать выплату по опциону в любом случае ну каждого давай решим эти уравнения значит у нас делись что-нибудь или тебе здесь хватит места не знаю может быть написать их давай давай для начала напишем наше уравнение сейчас так это вот как бы c 0 а тут c это просто c да получается это то что мы хотим найти это вначале на времени здесь просто а это вот а нет а сейчас а нет эти эти целую cd как раз они через страйк выражаются значит минус вот и тут тут как раз вот сыграет то что мы здесь написали система получается не вырождены и и она решается благодаря тому что параметры ты ищешь x и y из двух поравнений из двумя неизвестными линейных да да школьных абсолютно да 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 так здесь действительно и здесь не входит как же это понять да как же это осознать что п здесь действительно не входит сейчас это это очень хороший вопрос и я ведь он не может ходить здесь но мы рассчитываем для обоих событий 0 и получается что нам не важно с какой вероятностью они произойдут мы для каждого из них делаем 0 то есть на самом деле исходная модель бенемиального распределения это фейк дело не бенемиальном распределения в том что может либо упасть либо это самое да то есть здесь это это как бы как футбольный матч да не неизвестно чем закончится и него неизвестно с какими вероятностями но ты если правильно поставил ставки до типа ну не нас футбольный матчем не неправильно аналоги тоже нет актива да 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 вот эти вот наличие вот этих вот активов рискового и безрискового которые осознательно они как мы не исходим из п и один минус п нам оно не нужно это не бенемиальный процесс это просто факт что будет либо рост либо падение и все что у нас есть два две возможных ты очень быстро соображаешь я не успеваю на доске писать с такой скорость сейчас мне нужно кое-что написать чтобы ты сделал ты где похрен на поэт и говоришь я хочу ни в каком случае не остаться в минусе и все поэтому действительно по не может входить то есть это 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 твоя как бы да это твоя твоя идея уравнять выигрыши при пэй при 1 минус п как и в теории игр сводит это пэйк неважности до фюривер тоже этот эффект что вероятности с которым да очень похоже зависит от того что делают другие а нет они от твоих действий ты что твоих уже ничего не зависит ты его равниваешь выигрыш да мы пошли вот 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 построить вот построение такой стратегии да это очень похоже на теорию игр да и и очень вот я могу вот это все поставить немножко немножко перегруппировать слагаемые ну да и здесь для всех нет я вот сейчас вот напишу что вот это что я хочу получить вот я ввел новый параметр кучу напишу что это такую куру не помнишь ку это кинза за да да ку именно так гравится так и ку выражается через наши параметры вот таким образом так сейчас давай это напишем каким-нибудь другим цветом прям на счет ку это r минус d на 9 на у минус d это соответственно ну показатель вот этого актива фактически то есть насколько он скативает ну как бы да 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 вы выигрыш насколько выигрыш сильнее чем проигрыш грубо говоря в терминах безрисковости и смотри по поводу эту поводу этому условия да у нас между нулем и единицей да естественно да и тогда вот в такой записи это мат ожидания ожидания но с вероятностью q а не с вероятностью п вот вероятностью q то есть это перечи это это не 2 по 해야 не пытая это это пересчитывается в терминах вот качество этого актива что он вот скачет вверх сильно а вниз слабы ли наоборот он точно поедет вниз сильно плюс если поедет нест очень сильно если твердто чуть-чуть и вот это важно не то с каким вероятностью произойдет которых мы просто не знаем да Вот это очень красиво, потому что вероятности на самом деле не знает никто. Я хотел вначале сказать, но я не сказал, потому что думал, что это как бы какая-то там, ну не знает и не знает, что сейчас упоминать. Но в результате получается, что да, их не знают и не надо знать. Их не надо знать, да. И ответ вот на этот вопрос, это красиво. Это очень красиво, да. Ответ на этот вопрос, он выглядит вот так, что не в вероятности, а мотожидания в мере Q. Вот эта мера, которая называется риск нейтральный, она еще называется мартингальный, потому что, ну сейчас мы напишем. Да, очень красиво и можно людей обманывать, не понимающих, да. Если P по ощущению людей там больше или меньше Q, то на этом можно сделать деньги, обманывая. Ну не знаю, насчет того, что рынка, которые этого не понимают, да. Не уверен, что там обманывать, но просто вот на это можно посмотреть еще таким образом, что вот это вот мотожидание, ну оно вот так вот расписывается, да. И мы тут используем Q и единица минус Q вместо P и единица минус P. Можно сказать, что Q равно там какой-то коэффициент, там U1 на P, да. А единица минус Q равно U2 на единица минус P. И вот этот вот коэффициент, ну это связанное U1 и U2 связанное. Да, да, они, ну у них, у них есть как бы смысл, их можно объяснить, что это коэффициенты неприятия риска, риска вершинс. Что на самом деле людей, ну это как бы можно такое предположить, и это подтверждается многими экспериментами, там прикладной психологии, что людей на самом деле не интересует чисто мотожидание, а вот есть, они готовы даже немножко заплатить, чтобы избежать риска. Ну да. Вот типичный пример это покупка страховки, да. То есть мотожидание отрицательное. Да, конечно. Ты покупаешь что-то, платишь деньги, в принципе ты понимаешь, что ты платишь больше, чем в мотожидание они тебе заплатят, иначе бы у них бизнес закрылся давным-давно, да. Ну в случае страховки у нас своя история, там. В единстве случаи, когда мы застраховали квартиру много лет назад, она сгорела в ноябре, они переписали бумаги, как будто там она сгорела в октябре, и никакой правды мы нигде не нашли. То есть я вот с тех пор никакой страховки никогда нигде не покупал. Потому что я понял, что ну как бы человека юридически не подкованного, все равно обманут. Да, к сожалению, такое бывает. То есть всегда будет какой-то пункт где-то там, какой-нибудь пункт, ну понятно, что если ты по русской правде, да, судишь, это одно. А они там вот с этими заковырками всегда тебя все равно обманут. Поэтому я никогда не покупал. У меня, к счастью, там таких больших проблем не было. Я вот в самолет, да, в самолет меня всегда впаривает страховка. Там нужно долго искать кнопочку, корзина, в корзину, да, долго искать. Они ее засовывают куда-то, а уверены ли вы в том, что… Я абсолютно уверен, потому что я абсолютно уверен, что я ничего не получу на самом деле, что-то произойдет. Вот, то есть это как бы на и-бизнес называется, прошу прощения. Это такая, ну, понятная, да, такая стратегия. Ну, в основном люди такой стратегии не придерживаются. У меня, в принципе, не было, слава богу, больших таких страховых случаев. Ну, там какие-то… Я обращался с машиной, мы не держим, но… Ну, что-то я получил, да, что-то я получил, в принципе… Может, ситуация изменилась, это были эти лихие года все, может быть, из-за этого. В любом случае, когда я плачу за страховку за машину, которую я регулярно покупаю, я понимаю, мат ожидания отрицательные, но я ее все равно покупаю. Потому что, если, не дай бог, что-то случится, они мне что-то заплатят. Ну, вот. Ну, да, у тебя есть такая уверенность. Ну, может быть, сейчас и так, я говорю, это было очень давно, 20 лет назад. Окей, я вот про это хочу сказать, что смысл в том, что они заплатят мне, они заплатят мне, когда у меня как раз плохой случай. Да. Вот, и вот эти деньги, они как бы для меня ценнее, да. И, ну, вот вся, как бы, индустрия страховки, она именно на этом основана. Да, понятно. И вот тут вот это вот, ну, вот это вот эти две меры, они с собой, между собой вот так связаны. То есть, тут вот есть некоторые, такая, utility function, там, risk-aversion. Да, и получается такая цена. Вот. Отлично. Красота, да? Красота, красиво, да, и неожиданно. И вот именно такой, ну, то есть, что на одном вероятностном пространстве может быть две меры задано, да, как бы, ну, в принципе, это интуитивно понятно. Но найти какой-то реальный и полезный пример, это несколько нетривиально. Да, и вот эти, это срезки, соответственно, эти, да, это срезки по плюсу. Да, да, да. А здесь на этом основана вот вся индустрия расчёта финансовых деривативов на использовании вот именно диспетральной меры. А задача, а задача такая вот, вот в таком виде, она, ну, школьная математика. Школьная математика, но она не, это вот, как бы, это, это некий порог входа. То есть, ну, вот это такая наука, в которой есть небольшой порог входа, нужно осознать вот это. Это первая, да, задача финансовой науки? Ну, это такая, да, модель. Вот, вот ты сказал, сколько у нас будет шагов, да, дальше мы вот захотим это расширять на большое количество шагов. И вот это уже будет модель Кокса Росс Рубинштейна, генемиальная. Она вот сделана как упрощение модели Блэка Шульца. То есть, вот, допустим, есть 30 дней до, с 13 мая по 13 июня, и каждый день доллар может что-то с ним произойти, да. А если опция была бы, что доллар ничего за это время с ним не сделается, вот три опции, остаться на месте и два, это сложнее, да, все? Сложнее, да. То есть, вот тут уже явно изникать, да, то есть, это будет неполный рынок. То есть, тут возможность... Тут два уравнения с двумя переменами, да, а там будет недостаточная система. Да, то, что я пытался сказать, что здесь возможность построить вот эту часть, который будет, там, с точки зрения знака, рефлексирует выплату по опциону, да? В любом случае. А если возможности больше, чем две, то такую вот стратегию построить уже нельзя. Вот в чем дело. Да, которые во всех, во всех случаях. Во всех случаях, да, небольшие есть. Да, ну, конечно. Не каждый же день, вот там ты встаешь, обычно доллар, ну, никак не меняется. Не, понятно, что тут вообще... Бах, там, и туда, а иногда бах, и обратно, да, как... Ну, совсем недавно это было, ну, как бы понятно было, что, опять же, нормальным людям было понятно, что, когда он стоил там 130 на верхний и 110 на нижний, ну, если бы были, ну, у меня никогда нет денег, да, в принципе, никогда, у меня только долги. Но если бы у меня были, я бы, естественно, в этот момент пошел и продал эти доллары, потому что было очевидно, что они поедут вниз, ясно, что это был ажиотаж. Это очевидно, когда ты деньги большие в это дело не ставишь. Когда ты начинаешь туда... Тебе начинает трясти, да? Ты начинаешь... Трясти, да, трясти начинаешь, да. Не так быть уверен, да. Нет, ну, я не знаю, там было ясно, но это всегда же, ну, в политике это всегда, ты вот там, мир в шоке, доллар растет, понятно, что дальше упадет. Все вот эти, все движения финансовых активов, они очень понятны, очевидны, задним числом. Да, 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 это правда. Покудово все понятно. Это правда, это правда. Это правда. Так, ну, хорошо, да, то есть ты сейчас вот хочешь сказать, что если такая модель биномиальная растягивается на 30 дней, каждый день, возможно, вот, либо вверх, либо вниз, то это все еще считается математически. Да, да. И прямо в виде замкнутой формулы? Да, давай я даже... Ну, давай, вкратце расскажи, давай я сотру все. То есть у нас теперь модель, что у нас за эти наши 30 дней произошло 30 таких вот моментов, ну, или в общем случае, там, произвольное количество. Ну, сейчас я даже не про 30 дней, я вот как это строится, с переходом к пределу, да? Да. А, не, вот это оставь. А, вот это? Все, кстати, можно стирать. Стираем, тут мера новая появилась, исчезла, и у по-прежнему больше, чем ир, и больше, чем ир. Допишем, это мы уже помним, но пусть она. Да, и теперь у нас пошло ты 0, ты 1, ты 2, ты 3, да? Да, и вот мы хотим от вот такой вот переходить вот к такой решетке, у которой много шагов, так, не слишком. Вот здесь она растет. Да. Здесь растет, я хочу просто много их. Ну, да, 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 каждый раз, либо умножайся науле, умножайся на дыр. Каждый вот так вот оно, да? Ну, да, 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 и так далее, поехало. И так далее. Ну, и еще это безрисковый, там, тянется такой стрелой, да, такой. Да, да. Какой-нибудь. Именно так. Вот. Да, 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 да. Ну, вот такую, как такую вот часть этой решетки я нарисую. И потом, значит, в пределе, если мы будем количество шагов, ну, в смысле, размер шагов. А, да, да, там же, на самом деле, там нет никакого двоичного дерева, потому что на каждом шаге у тебя они схлопываются. Нет, это будет двоичное дерево. Нет, будет двоичное дерево, я имею в виду, что как исходов их будет 3, 4, 5 и так далее. И N плюс 1, а вовсе не 2 в степени N, потому что U умножить на D, U умножить на U, это одно и то же. Да, 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 да. Это право, это право. Я вначале как бы решим делом подумал, что сейчас будет какой-то ад. Нет, нет, тут все вот как раз биномиальное распределение, то есть если бы это был чисто random walk, который вот случайное блуждание, да, только плюс и минус, это было бы в чистом виде биномиальное распределение. А у нас тут умножение, поэтому это будет лог нормальное распределение в конце. Вот сейчас я пытаюсь это нарисовать. То есть вот это будет какая-то область, заполненная вот такими вот точками, да. Ну понятно, если пролгарифнировать, это просто нормальное распределение. Да, именно потому что здесь вот внутри вот это случайное блуждание за биномиальной моделью. Очевидно, да, очевидно. Вот так вот это как, ну, будет все это точками заполнено возможными. И вот здесь вот что-то, которое в пределе стремится к лог нормальному распределению. То есть такое распределение, логарифм которого является нормальным. Да, 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 E в степени нормальная. Так. Вот. И значит, вот здесь вот... Статистику начинаю вот чуть-чуть. Вот я же ее проходил, да, в Рэш и на Мехмате. Ну, последний раз в Рэш, 90. В пятом году. Всего 27 лет назад. И значит, вот это как раз штука, вот такая вот решетка, она будет приближаться к геометрическому бронскому движению, на котором построена модель блока Шольца, которая вот здесь вот дает лог нормальное распределение. Поэтому вот в таком логическом порядке это было сделано. Сначала модель блока Шольца, потом Кокс и Робинштейн сделали в дискретном времени. И в общем, отличная модель получилась. Она и с точки зрения математики очень красивая. Здесь вот суть происходящего математическая схвачена. И все важные элементы оставлены, математика упрощается до уровня, который можно школьнику рассказать. Да, но когда у тебя много шагов, получается, что ты на каждом шаге какие-то действия должен делать. У тебя стратегия игры-то против этого рынка более сложная, да? Ну, тут просто... Можно первый день все сделать, что нужно. Нет, надо на каждом шаге перебалансировать свой портфель. Ну, да, но по тому же правилу. Ну, по тому же правилу. А, понятно. То есть вот как бы и все. То есть ты 30 раз делаешь одно и то же правило. Да. В зависимости вот. И можно как-то матраждание вообще найти, да, этого всего? Ну, да, да. Получается то же самое, что в той же самой риск нейтральной мере у тебя вот эта цена. Цена, значит, в общем виде, если это записать, удобно ввести. То есть есть такая... Давай я сейчас произнесу, ты скажешь, где я ошибся, если я ошибся. В принципе, есть такая мера на оконечном множестве событий, что, в принципе, если по ней посчитать мат ожидания, то это будет соответствовать твоей умно выбранной стратегии, дающей ноль во всех случаях жизни. во всех реализациях вот этого случайного процесса. Если по этой мере... То есть ты можешь полностью прохеджировать все. И это и есть стоимость опциона. Да, что-то похожее. То есть ты можешь пользоваться такой... Существует динамическая стратегия. Да. Вкладывание в эти три актива. Да, да. Один из них это опцион. Другой из них это сам актив. И третий это безрисковый банк. Что на выходе, независимо от того, сколько шагов тут будет, у тебя будет, ну, с точки зрения первого момента времени, чистый ноль. Ну, понятно, потом будет переосмысливаться. Если сильно росло, то у тебя будет не ноль. Но как бы изначально ты как бы ожидал чистый ноль во всех случаях. Да, тут вот с точки зрения математических доказательств... И это истина. Да. С точки зрения математических доказательств тут нужны слова. Полный рынок и... Да. Это чтобы систему уравнений, который написал, была разрешима. Да, да. То есть наличие вот такой вот стратегии самофинансируемой, которая реплицирует твой, ну, вот в данном случае опцион. Что рынок полный. И тогда, что он... И то, что он безарбитражный. Ну, да, да, да. И тогда будет у нас существовать одна и только одна мера Q. Существует единственная мера Q. В которой верно вот это. Я понял. Ну, да, хорошо. Но можно я напишу, что окончательная цена опционы, которая есть D0, C0 равна, а мы от ожидания по этой существующей единственной мере безрисковой, величины Dn, Cn, где D это просто 1 на R в катый, вот, в момент времени N. Да, сильно. Вот, и да, почему красота? Потому что тогда вот эта вот величина, дисконтированная цена, она является Мартингалом. Ну, то есть вот это и есть же определение. Мартингал, значит, ее нельзя угадать. Ну, это то, что ее текущая цена... Мат ожидания всего будущего равно текущей. Да, да. Ну, да, да, да. Вот, и поэтому эта мера и называется Мартингалом. Я, когда сдавал экзамен по случайным процессам на Микмассе, 30 почти лет назад, 29 лет назад, я сказал, когда доказывал какую-то формулу, я сказал слово маргинал. Я говорю, маргинал. Вот, после чего, значит, вокруг раздался смех, а лектор, подавив смех, сказал, маргиналы валяются около МГУ, значит, в спальниках бомжей, говорит. Вот маргиналы, а это, говорит, называется Мартингал. Да. Да. Вот, и это как бы центральная идея, ну, я сказал уже, всех расчетов, деривативов финансовых. Кстати, сейчас маргинал по-другому. Сейчас маргинал – это кто-то, кто имеет политические воззрения, противоречащие там центрально признанным, да, властью. А тогда маргинал был бомж. Да нет, я думаю, это то, что ты говоришь, политический. Ну, это маргиналы, маргиналы, да. Вот сейчас кого-то называют маргиналом. Можно предпочитать. Не бомжей, нет. А тогда маргинал был бомж. Ну, человек, который застану вечно валяется. Ну, мне кажется, бомжам это точно так же сейчас относится. Ну, не называют маргинал. Маргинал – это человек, который имеет политические взгляды, не соответствующие там линии партии. У тебя маргинальные взгляды, да. Ну, то есть, имеется, не то, что ты бомж. У тебя могут быть маргинальные взгляды там на политику. Да, да, да. А тогда это означало только одно, что ты как бы деплассированный элемент общества, ну, вот, 90-е годы. Я думаю, этот смысл остался, все равно. Я не согласен. Не, по-моему, произошло. Ну, ладно. Наши слушатели могут поспорить в комментариях, верно или нет, что за 30 лет, кто вот постарше, за 30 лет, по-моему, съехал термин маргинал, съехал с бомжа на человека радикальных там взглядов политических. Ну, ладно, неважно. Ну, я частично съехал. Ну, ладно, поехали. У нас все равно маргиналов нет. У нас маргиналов нет. У нас маргиналов нет. Да, маргинал. Вот. Тут вот я еще хотел сказать. Да, очень красиво. Это очень красиво. Ну, и, наверное, тут уже надо все-таки переходить в сторону непрерывного времени. Сейчас, наверное, ты говорил, появится интегралы-то, да? Ну, да мы пойдем в эту сторону, да. Сейчас я объясню, почему мы туда пойдем. Вот все-таки какой-то галытый, я совсем не помню. Ну, еще, кстати, и подожди, можно не стирать. Еще, наверное, один комментарий здесь. Я забыл кое-что показать. Так, давай. По поводу вот той задачки, когда мы рассматривали вот здесь вот одношаговую модель, да? Можно еще посчитать такую штуку. От базового актива. Дисконтирован мат ожидания от дисконтированной цены базового актива. Да. Это будет по этой мере. Что? По этой мере, да? Без рисковой. Дисконтирован на 1 минус Q. Так вот. То есть то же самое. Окажется, что оно равно S0. И равно D0 на S0. То есть не только вот это для опционов, но это для всех, для всех активов, которые вот в этом выдуманном мире торгуются. Это верно. Вот эта мера такая, что все активы являются, дисконтированная, их дисконтированная цена является мартингалами. Круто. Круто, круто, круто. Все стираю, да? Стираем. Начинается. А, это стирать? Или пусть... Да, пока оставим. Светит нам. Пока оставим. Так. Поехало непрерывное время, да? Сейчас пойдем в сторону непрерывного времени. Так. Ну, давай поменяемся снова. И начнется непрерывное время. Значит, вот в этом случае, если у нас есть безрисковый актив, он на N плюс первом шаге равен у нас BN на R, да? Большое. БН на R. Я тут введу, сейчас будет удобно ввести... Ну, понятно, R татый, да. R маленькая, единица плюс R маленькая. Да, процент. Вот. Тогда мы, значит, видим, что безрисковый актив, ну, счет в банке, да, буковка B, чтобы ассоциировалась с чем-то. Там есть другое слово на B, которое мы не будем произносить. Где? Бонд, да. А, бонд? Да. Я знаю слово на B, которое мы не будем произносить точно, потому что это детский канал. Да. Но это другое видео. Да, вот это будем считать, что это счет в банке. Так. Счет или кредит, да, в зависимости от того, с каким знаком. Вот. Окей. И мы хотим пойти в сторону непрерывного времени. Соответственно... Ну, мы заменяем на E в степени. И еще кое-что, да. Что, в принципе, вот, да, логично. Ну, E в степени R т, да, будет у нас. Да, значит, в случае непрерывного времени у нас будет вот это, дельта B равно B на R на дельта T. Ну, понятно, да, экспонент сейчас будет. Да, экспонент. И еще надо сказать, что вот естественной мерой, по которой логично сравнивать разные активы, вот, например, рисковость-безрисковость, вот, логично вычислять вот такие вещи, да? Ну, конечно. Относительные изменения. Ну, естественно, мы же не знаем, сколько. Да, потому что там, что такое, что цена актива изменилась там на 1 рубль. Это много или мало, в зависимости от того, сколько он стоит. Конечно, конечно. Если он стоит 10 рублей. Не, ну, тут вообще понятно, что все, ну, все, 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 как бы в терминном умножении. Поэтому вот такая вот мера, она, ну, будет логичной. Да, ну, ты правильно сказал. Вот здесь вот мы можем перейти к пределу. К замечательному пределу, да. К дифференциальным уравнением. Да. И получить вот такое, например, уравнение, и его решение будет экспонента. Естественно. ЕВ степень РТН. Ну, да, да, это понятно. Вот. И мы хотим построить что-то такое, но с участием некоторых шума, случайности для рискового актива. Ага. То есть мы хотим, чтобы… Вот это и есть, да? У нас… Крибинеровский катон. Да, 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 это будет он. Плюс некоторый шум. Да, вот как-то так мы хотим построить. Такой вот это наша цель, придать этому какой-то… Непривым смысл. Строгий, да, математический смысл. И тут вот возникает бромское движение, а потом интегралыто. Угу. Угу. Значит… Про бромское движение, оно ассоциируется обычно со школьной физикой, да? И кажется, что оно названо по имени физика Броуна, видимо, английского физика, да? Я не знаю, помнишь, я помню, что многие вещи возникали в экономике первыми, но я не помню, что именно. Это оно, да? Ну вот, нет. Броуновское движение, да, здесь впервые? Нет, нет, нет. Вот именно Броун, нет. Значит, сколько ошибок может быть в утверждении из трех слов, что Броунское движение по имени английского физика… Броуна. Броуна. Какой супремум у количества ошибок в фразе из трех слов. Во-первых, теорема Арнольда. Знаешь теорема Арнольда? Нет. Теорема Арнольда говорит о том, что любое утверждение чьего-то имени не имеет к этому человеку никакого отношения. Да, вот теперь вспомнил. Она самоприменима. Теорема Арнольда выдумал Николай Николаевич Константинов. И специально назвал теорема Арнольда. Чтобы она была не эта самая. Действительно, такое часто случается. Да. Но в случае… Тут немножко особенный случай с этим Броунским движением. Так. Во-первых, человека звали Роберт Браун. Браун. Да. А-а-а. Все-таки хотя бы близко. И в английском, соответственно, это движение называется Браунин Мошен. Браунин Мошен. То есть, а у нас Браун, ну, видимо, это особенность… Ну, это как Ватсон, Ватсон, элементарно Ватсон. Какой Ватсон он, Ватсон? Потому что эта работа Брауна – это где-то начало, там, первое, третье, девятнадцатого века. И тогда английский язык был каким-то третьим. Ну, да, французский, немецкий. И это, наверное, слово Браун прочитано как-то по-немецки. Ну, да. Что-то похоже на это. Так. Значит, его звали не Браун, а Браун. Так. Он был шотландцем. Так. А не англичаном. Ну, это так, половина ошибки, да? Это у них там, это как… Ну, это мы просто используем слово английский как синоним для слова британский, да? Можно считать там. За неточность. Нам просто на это, честно говоря, болт положить. У нас своих вот этих проблем хватает. Кто русский, кто не русский. Поэтому, как бы… Чего нам? Ну, третий, но третье, но третье, прикольно, что он не был физиком, он был ботаником. Не ожидал. Нет, в смысле ботаником. Ботаником. Бабочек изучал, что ли, да? Ботаником, нет, это он был бы тогда… Нет. Эмзомологом, да? Нет, как это называется, подожди. Не забыл. Натуралист. Ну, тура. Зоологом каким-нибудь, ну да, специалистом по бабочкам. Бабочелогом. Бабочелогом. А он был ботаником, и он в микроскоп рассматривал… Дай-ка… Рассматривал пыльцу растений. И вот она как раз и бегала по Бровановскому, да? Да, да, да. И он рассматривал её не с целью найти бронзские частицы, а с целью, с целью рассмотреть пыльцу растений. То, что он, то, что сейчас занимался проблемами, то, что сейчас называется, видимо, физиологией растений, как они устроены. Да. И, значит, он в свой микроскоп помещ… Ну, вот у него есть какой-то там… То, что он видит микроскоп, им надо поместить пыльцу. И она… Чтобы она не улетала от каждого сквозняка, он помещал её в капельку воды, просто для того, чтобы зафиксировать. Так, так, так. И он увидел, что там есть частицы какие-то, которые начинают двигаться, вот какое-то такое движение совершать. Да, но это ещё и плоское Бровановское движение, да? Да, двухмерное. Должно, да, двумерное. Вот. И, кстати, есть ещё одна такая несправедливость, мне кажется, именно почему-то сложившаяся в русскоязычной традиции. Так. Я в нескольких местах видел утверждение, что Брован решил, что эти частицы живые. Ну, он же растения изначально смотрел, да? Ну, как бы, и это 19 век, ну, о природе жизни, как бы такие представления, ну, 19 века. Может быть, оно живое, да? Может быть, там какие-то вот элементы жизни вот так вот устроены. Но это миф, это неправда. То есть, это такая, ну, как бы... Фактоид. Это фактоид. Да, да. Вот это, в частности, вот я такое утверждение видел в русскоязычной Википедии по поводу того, что Брован решил, что они живые. А, по-моему, чуть ли не на той же странице, англоязычной версии, той же самой страницы, но англоязычной, там есть PDF-ка с оригинальной статьей у Брована. Ну, Брауна, да? Да. Вот. И она состоит из двух частей. Там первая публикация, там, что-то, 27-й год, и вторая, 28-й. Они как бы паровозом идут. И он как раз во второй части, которую он написал через год, он пишет, сложилось какое-то странное представление, что люди решили, что я почему-то, что я утверждаю, что они живые. Я такого нигде не утверждал. Представляешь? А их монетулы бьют, да? Монетулы воды бьют, да? Да, да, да. Ну, он, конечно, этого не знал, да. И он даже в первой части статьи, видно, что он этого действительно не утверждал, потому что он начал со своего занятия просто рассматривание пыльцы и описание пыльцы как ботаник. Потом он увидел вот это явление, и он просто как экспериментатор очень последовательно начал действовать и стал другие вещи смотреть. он стал размельчать фактически все, что мог найти. Все, что мог найти и все, что мог измельчить до такого состояния, он измельчил, включая там какие-то сталактиты, магму. И все вот так и гуляло. Да, да. И какие-то вещи, ну, видимо, из каких-то коллекций минералов, где-то он дотянулся до них и измельчил в порошок. То есть, он там очень много, большое количество вещей перебрал. То есть, вопрос о том, что это живое, он как бы экспериментально исключил. На самом деле. Вот, да. Сегодня мы знаем, что это на самом деле результат воздействия большого количества одинаково распределенных, но независимых воздействий со стороны молекул. И эта частица просто должна быть достаточно большой, чтобы мы ее еще видели в микроскоп, но уже достаточно маленькой, чтобы... Чтобы молекулы была по сравнению с ней, не ноль. Да, чтобы вот эти суммарные воздействия на ней проявлялись. Ну, это 10 минус 6, да? Нет, миллиметра, наверное. 10 минус 9 метр, да? Да, нанометр. Сейчас я тебе боюсь соврать. Побольше, все-таки побольше. Ну, ладно, бог с ним. Ну, в общем, да. Так, давай вернемся к этому, к непрерывному процессу. Да, вот. Значит, это полезная иллюстрация. Будет нам для того, как математическая модель строится. В случае финансового, в случае финансового моделирования какого-то финансового показателя, мы, значит, вот это будет время. Тут будет какой-то x, одно уже одномерное, да? Да, да, да. И оно вверх-вниз. И вот тут вот есть текущая цена. Да. И мы считаем, что есть какой-то тоже, вот, большое количество независимых, и там одинаково распределенных факторов, которые на него воздействуют, и в результате получается какая-то вот такая траектория. Да. Вот. Забавно. Но на самом деле их же ставят на рынке, да, просто эти самые организаторы всех этих торгов, да, их меняют. Или там автоматические правила, сколько спроса, сколько. Как определяется цена на рынке? Там есть на бирже классический механизм, это то, что называется стакан. Если здесь нарисуем. Нет, здесь, я не помню, здесь, наверное, ну ладно, да, может быть здесь еще видно нас, да, вот здесь. Так. Стакан. Ну и вот нарисую лучше здесь. Давай, значит, ну то есть, каков механизм, механизм это, значит, есть вот, на какой-то актив, там, не знаю, доллар, нефть, акция, все равно оно примерно одинаковое. Есть вот какие-то уровни цены, там, не знаю, 100, ну они там с маленьким шагом идут, но я так для простоты напишу, что будет так, вот эта цена, и здесь вот все, кто допущен к этой торговле, получил там аккредитацию, разрешение, он говорит, я хочу вот этот актив по цене 102 купить, да? Да, понятно, и в таком-то количестве, да? В количестве там 50 штук. А кто-то говорит, продаю за 98, говорит, да? Наоборот, наверное. Ну лучше наоборот, иначе не получится. Да, наоборот, я продаю за 50, а я хочу купить за 98, но 30, да? Нет, я продаю за 102 50, я хочу за 98 30, что происходит? Вот, ну и вот пока вот так вот ничего не происходит. Потом кто-то говорит, ну ладно, за 102 что-то не могу продать, давай-ка хотя бы за 100. Да, но 50. Или там, например, 25 за столько, 25 за столько. Ну и приходят люди другие, или они снимают свои заявки, ставят на него, и в какой-то момент они встречаются. Вот, если тебе надо, если вот стакан выглядит таким образом, ты хочешь купить, но тебе нужно, например, 40, да? Ты купишь 25 здесь, и то, что осталось вот на этом. Да, хорошо. У тебя получится средневзвешенная цена. А, все, интересно. Просто такие правила играй. Да, да. А биржа за счет чего живет? Ну, за счет комиссии. При аккредитации, да? Ну, да. То есть это уже не за счет вот этих? Ну, там у каждой биржи могут быть свои правила, там могут быть проценты со сделки, проценты с аккредитацией, ну, в общем, эти площадки могут быть устроены по-разному. Так, вот. Соответственно, вот эти вот независимые, случайно распределенные факторы, это те факторы, которые заставляют участников рынка прийти и поставить вот сюда какие-то заявки. Да, да, да. Их в головах. Да, да, да. В их головах, в их бизнесе какая-то потребность. У кого-то там спекулятивные, у кого-то чисто... Тут и политика, и экономика, все, да? И происшествия. Часть вопросов это спекулятивные, да, реакции. А если это какая-то, например, валюта или коммодитис, это может быть просто чисто вопрос реального бизнеса. Вот я делаю, ну, например, кто-то делает планирование бизнеса для какой-то большой компании, которые прибыли в одной валюте, а затраты в другой, да? Ну, и как бы это отдельный риск, которым, ну, можно управлять. Ну, понятно, да. В общем, все это складывается здесь и... В каком-то момент, исходя из соображения вот этого планирования, надо купить какое-то количество валюты, например, да? Просто не потому, что мы считаем, что она пойдет вверх или вниз, а просто вот для бизнеса нужно, да? То есть часть вопросов здесь спекулятивного характера, а часть чисто... Часть такая вопрос. Чисто общихозяйственные какие-то соображения. Так, ну вот, соответственно, возникает такая... Так, и как же ее записать? Да, ну, такая вещь, которую хотелось бы моделировать. Да. Модель называется либо броунское движение, либо винаровский процесс, да? Потому что вот эту штуку с точки зрения математики Нормерт Виннер исследовал и построил ее как бы математическую. Ботаник Броун проинтеграл ИИТ и ничего не знал. Нет, это очень далеко было. То есть, вот примерно так это было. Значит, вот это, что 1827 какой-то год. Ай, вообще! Да. Так. Вот эта модель, которая объясняет вот это движение броунской частицы, это модель Эйнштейна-Смолуховского. Это, по-моему, если мне память не изменяет, что-то вот такое. Так. Так. И то, что ты говорил про финансы, есть такая работа... А, я знаю даже кто. Это Бошилье. Бошилье, да, это я помню. Да. Это произносилось кем-то из моих друзей. По-моему, Андрей Леонидов сказал, что Бошилье выдумал это до Эйнштейна. Да, 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 да. Это очень такой интересный факт. Но когда Бошилье вот это сделал, во-первых, не было математически разработанной теории, и не Винера, не Ита. Во-вторых, ну, сама, как бы, наверное, с двух сторон. И академия не готова была заниматься делами каких-то там спекулянтов, да, и с другой стороны, практики рынка не ощущали, что им нужна какая-то математическая теория. То есть его вот работа была не воспринята, к сожалению, никем. И она, в принципе, была забыта. И потом уже открыта заново, как из истории науки. Кем-то из американских экономистов он просто нашел его работу, когда работал в Париже. Так, ну и что мы тут напишем? Значит, модель такая будет у нас. Мы будем процесс в непрерывном времени называть его буковкой W. Винеровским процессом. Час Винером. Так, давай вот так напишу. Прирощение вот этого процесса распределено нормально. с параметрами 0 и S. S это шаг по времени. Ага. Но это дискретно. Так, T непрерывно у нас может быть. А S? Любое. Это S тут просто дельта T. Ага. Вот. То есть существование такого процесса неочевидно, да? Ты наложил кучу условий. Для любого S у тебя разница между V, T плюс S и V, T. Это нормальный процесс с отклонением к корень из S, получается, да? Раз ты пишешь дисперсию S. Ну, его можно… Да, действительно, тут некоторые вещи надо доказывать. И вот тут я как раз уже перестану что-то доказывать. Ну да, да, да. В общем, есть некий мифический процесс, который… Я сейчас… Но его, например, можно получить как предел вот этого случайного блуждания. То есть где арифметическое просто. Плюс-минус на каждом шаге мы не умножаем, а просто либо плюс дельта S, дельта X там, либо минус. И вот если мы построим такое вот случайное блуждание, вот его можно просто на основе школьной математики посчитать, посчитать, какое у него распределение, дисперсия, показать, что среднее у него равно нулю, что дисперсия равна как раз вот шагу по времени. И как предел такого процесса вот можно получить… Фактически речь идет о некотором… Ну, о том, чего как бы нет, да? То есть у нас есть вот это вот множество всех кривых, и на нем должна быть какая-то мера. А мы знаем всякие теоремы из теории вероятности, что такого не бывает, да? Вот. Но мы вводим как-то вот это, обходим это. Вот пишем, что вот есть и все. И умеем считать. То есть мы запаковываем проблематику того, что мер на множестве кривых не бывает, внутрь того, что мы утверждаем, что пусть как бы в каком-то смысле это верно, и из этого все выводим. Ну, можно по-разному показать, что он существует. Вот я говорю, один из способов – это как предел… Формально мы же не можем даже введить понятие меры, да, на этом, насколько я помню, этот самый третий курс мехмата. Но, тем не менее, мы же этим занимались тоже. Мне кажется, что тут мера не нужна еще. Ну, будет нужно… А что такое тогда винерский процесс? То есть, если ты понимаешь процесс как… Ну, обычно там случайный процесс – это там просто множество всех возможных траекторий с написанными вероятностями их происхождения. Если дискретно, то все нормально. Ты выводишь это из бенмиалки или из чего угодно. А в непрерывном времени получается, что это тоже должен быть, ну, как бы, что такое процесс. Это значит, что любую траекторию ты должен создать вероятность, с которой она произойдет. А с какой-то мерой. На множестве всех траекторий, тем самым, нужна какая-то мера. А на множестве всех траекторий мер не бывает. И это как-то вот обходится… Я помню тоже, что нам говорили, что в винерском процессе это обходится, заметается под ковер, и все вычисления просто из этого принципа могут быть проведены. То есть, говорится, пусть есть такая вот ситуация, пусть какая-то такая странный пучок траекторий есть, у которого выполнена на каждом срезе вот эта вот штука. И тогда мы будем считать. В общем, здесь, да, здесь я как тогда не понял, но так и как бы трудно мне это почувствовать. Ну да, понятно. То есть, разница между им же в момент T плюс S и им сегодня подчиняется нормальному закону. И при любом S, S это его дисперсия, поэтому корень из S это его отклонение. Ну вот, честно говоря, твой вопрос, который сейчас, он для меня может быть сильно сложный. Я не очень понял твое возражение. Вот для меня вот на уровне, как мне комфортно рассуждать, что вот если вот это как предел вот такого вот… Ну то при деле ты получаешь множество всех траекторий. Получим, да. Или не всех, а только некоторых. Ну там при доказательстве некоторых утверждений будет такая фраза почти наверное, да, с вероятностью единиц. Что какие-то свойства у этого процесса там выполняются с вероятностью единиц. Что-то тут заметается под ковер. Видимо множество предельных траекторий сильно-сильно-сильно меньше, чем множество всех вообще возможных. И соответственно на всех остальных меры равна нулю, и мы оставляем очень небольшое множество траекторий, на которых… Ну да, в общем, здесь надо… Здесь это уже какие-то такие серьезные случайные процессы. Да, то есть ты всегда можешь его обратно к дискретности вернуть, взяв достаточно плотную сеточку и получив исходный… Да, это вот в частности очень удобно, получается для моделирования на компьютере, для выделяя расчетов. То есть отсюда, ну вот метод Монте-Карло, да, то есть где тебе нужно генерировать какое-то количество разных путей или реализации какого-то процесса. И вот когда он устроен вот так, вот это очень легко делается. Да, понятно. Ты идешь по сетке. Ну что, завершим чем? Интегралом это? Или все-таки? Так, да, да, сейчас подбираемся к интегралу ИТа. И вот, значит, вот такое вот уравнение мы хотим, значит, будет оно у нас выглядеть как-то вот так вот. Да. Мы можем здесь… Следующий шаг. Что такое шум? Шум, соответственно, мы шум будем моделировать дельта, вот это В, ну плюс сигма, какой-то параметр, еще один параметр. Потому что вот эта штука, это нормированная, так же как с нормальным распределением. Мы хотим, чтобы там можно было задавать более сильный и менее сильный шум. Ну, на основе Виннеровского процесса. То есть вот мы тут на одну строчку продвинулись в этой модели. Получается, соответственно, у нас здесь сигма-С на дельта В. Сигма-С на дельта В. А, это за время… Нет, а как дельта Т подходит как-то или нет? Только сюда, да? То есть шум уже… А вот это, ну, оно вот так. А, ну, вот оно как раз здесь тоже. Вот время. Да, 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 да. Время на дисперсии. Иногда вот здесь вот рисует… Вот, вот, вот. Время в виде дисперсии входит этого. Да, да, да. А, 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 а. Да, понятно. То есть в результате возникает не экспонента, а что-то случайное, которое как раз и есть, да, интеграл ИТА? Вот, вот, чтобы следующую строчку перейти и пройти… Давай сотрём бонды. Сотрёмся, все очевидно совершенно. С бондами очевидно. Это замечательный предел. Вот. 1 плюс R венный. Да? Ну, R на n венный, да. Вот. А, а… Здесь вот возникает с добавком, да? Вот, значит, тут надо… Придётся вот на эту штуку обратить внимание, с учётом того, что мы хотим перейти к пределу, к небольшим превращениям, да? Вот, выясняется, что это, вот, математическая модель, Виннеровский процесс бронзовское движение, очень своеобразная штука. Очень своеобразная. То есть… Меняемся, да? Можно доказать, что… Ну, либо ввести это в определение сразу, что вот мы можем позволить себе рассматривать только непрерывные, да? Вот эти… Виннерский процесс, который создаёт непрерывные траектории. Ну, это вот, с точки зрения моделирования в приложениях, нам интуитивно хотелось бы, чтобы бронзская частица не прыгала, не телепортировалась, а выдавала какие-то непрерывные… Ну, казалось бы, предел при любой сетке будет непрерывным, потому что всё-таки дисперсия – это t, значит, отклонение корень из t, но корень – это непрерывная функция даже в нуле. То есть, получается, что ты, когда на сетке это просуммировал, вроде должно получиться непрерывное… Да, да, да. Ну, это, в принципе, вещь, которая может быть более или менее очевидна, но она, как бы, ну, требует доказательств. Вот, значит, мы вот эту штуку можем как рисовать, так символизируя, что это непрерывный какой-то процесс. Но в то же самое время с точки зрения классического мотоанализа и классического понимания производной дифференциала у этого процесса нигде… оно нигде не дифференцирует. Корень. Потому что корень за… За 1-миллион, за 1-тысячную. За 1-миллиона ты прыгаешь уже на 1-тысячную. Ну, в силу того, что если это дисперсия, значит, корень из – это отклонение типовое. Поэтому за 1-миллиона ты прыгаешь в типовом случае на 1-тысячную. Ясно, что предел никакого не будет. то есть вот такая вот такая специализация это только условность да потом она все точки все точки у него да 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 все точки излома то есть вот на компьютере ну естественный предел не посмотришь везде получается изломы да то есть вот википедии есть такая картинка там ну если ты это рисуешь очень плотно точки на компьютерном рисунке понятно они сливаются становится почти как будто здесь вот такая что-то проведено да но но если ты возьмешь и увеличишь вот это там будет точно такая же такая же структура так увеличивая да там все время такая же структура вот и в этой картинке на википедии она сделана в виде гифки которая зациклена ты как бесконечно туда падаешь в этот вот датуру так и что же такое интеграл это едят вот теперь значит нам надо мы хотим записать уравнение уже которая бы вот так вот выглядела так она и записывается ну да из-за того что здесь возникает вот эта штука это называется стахастическое дифференциальное уравнение стахастическое дифференциальное уравнение до небольшая и значит что дать что тут надо понимать держать в голове до что первое правило стих то кассических дифференциальных уравнений что нет стахастических дифференциалов и все стахастические дифференциальные уравнения это сокращенная запись для интегральных уравнений строгая их математическая формулировка она будет с интеграл играла мы вот и при чем сейчас смотреть они все разные желтые и белые и черные да да они они разные но это очевидно обычно это обычный интеграл да так вот это интеграл это которым сейчас в сторону которого мы сейчас движемся а это а это ну если мы тут берем какие-то пределы это просто это превращение до по определению да конечно это там с т минус с с ужас давай другое обозначим зачем нам сс 0 так давай да так так значит и это равно вот такой вот такой процесс он называется процессом это он процесс это если он вот таким образом выражается через обычный интеграл интеграл да но мир дт дает тебе экспоненту соответственно да там будет экспонента да а этот что-то еще даже значит то есть это та разница между приращением вызванным экспонентой и истинным приращением которое будет вина русского процесса да то есть это вот вот этот интеграл это это вот эта разница это вот эта додобавка да по определению что нужно добавить к обычной экспоненте чтобы получить вина русский процесс нет несколько сложнее важнее да значит тут но обычно так-то строится сначала рассматриваются некоторые элементарные ступенчатые функции которые выглядят вот таким образом ну вот ты там с большое тебе не понравилось что в двух местах да давай я здесь нолик 0 и да а здесь ты большая да вот и мы делим вот этот вот отрезок на котором мы хотим определить такой такую функцию на какое-то количество маленьких отрезков и строим вот такую ступенчатую функцию который вот здесь вот у нее вот эти точки попадают сюда а здесь она как бы вот это не входит что не входит ну вот стрелочку я рисую что вот так вот так вот они устроены в смысле каждая досюда да 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 и да да это так сейчас математически ну в виде формулы это можно записать вот так вот тоже вот это случайная штука а это индикатор того что ты попала в отрезок полуинтервал сейчас значит а что такое еды е это вот эти вот константы которые вот тут вот е 1 2 а а так наш константа умножается на этот самый индикатор ну вот да что вот вот такая функция графические легко понять ну виде формулы но это просто из-за функции когда-то да 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 дальше и тогда мы будем интегралом это для вот такой функции мы будем говорить что вот этот интеграл это такой функции он равен сумме вот этих вот g на дельта в соответствующие то есть параллельно с вот это с вот этой а тут есть какой-то в рамках ты же при ты значит его как бы угрубил его угрубил ты сказал что пофиг берем разницу которая возникла случайно и домножаем на размер до скачка но для простых функций вот так мы вот так делаем а вот и примерно понятно да вот вот мыслим вот такой то есть это случайно на выходе случайная будет что-то да то есть это будет да 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 интеграл это это будет некоторый случайной величина случайно лиси надо случайная величина случайно причем она там данная как случайно функции даже по сути дальше в сторона она тебе что делает или нет или считает число ну да при фиксированных этих пределах то это будет число но случайность случайное число которое изменяется вот по этой формуле а дальше ты берешь предел ступенчатых да да вот ну ну идея идея похоже на обычный мат анализ но там тут возникает вот такая проблема связанная с тем что функции все таки случайные и важно как ты вот в необходимо наложить некоторые требования на то как ты можешь выбирать вот эти константы то есть мы хотим потом потом для такой функции ты записываешь этот дельта значит на каждом промежутке случайно то есть это как бы сразу целая серия реализации да возможно случайно нет на самом деле все-таки случайно функция получается на сейчас подожди а ну или нет если ты уже взял реализацию да то есть понести функции число по число на да то есть реализация вина русского процесса какая то есть и по ней строится число вот такое число и у этого да это число это значит она она это функционал такой да это обращает то есть вот это вот некоторые там некоторые функционал который по функции и дает случайное число да 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 будем называть усредняет по вина русском процесс ну то есть по определению на усредняет поле на русскому процессу эту штуку даже не знаю в какую сторону то есть вот это то что мы хотим записать в итоге чтобы вот эта функция и он что-то с ним можно что-то считать да ну то есть вот это функционал вот мы будем вот так его записывать да да и значит ну да как так же как и в обычном от анализе мы хотим чтобы вот для мы будем строить там последовательность функций каких каких-то вот из такого типа который бы в каком-то смысле сейчас надо бы сказать в каком именно да сходились к этому к т.ф. да это и тогда и тогда предел предел вот этих вот интегралов которые мы определили да будет предел будет интегралом вот этим к реализацию вина русского ты как бы сфиксировал в этом плане то что как ты наш предел берешь это будет случайная вичина но реализации реализация тебе да у него можно будет посчитать мат ожидания например сейчас давайте продвинуться и там может быть будет понятней в каком смысле будем понимать предел давай скажем тоже чтобы ты не вызывал вопрос это понимается смысле того что мат ожидания от интеграла квадрата разности стремилась к нулю да вот значит ты вот взял любую последовательность которую вот это кстати в каком-то мысли это как раз даем правильно спасибо то есть это как раз вот мера до на пространстве вот этих функций случайных теперь ты вычисляешь пределы вот этих выражений которые у тебя здесь получаются на предел это все они все случайные числа да 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 там от ожидания от не то есть водка каждое каждый вот эта реализация нет это ты пока просто функции на правил а вот вы делая это просто что на же я страница к что значит ступеньки сейчас 3 меска да да написано здесь а что значит что пределы интегралов это стремятся но для конкретной я подожди нет нет мы наоборот мы определяем таким образом что мы от интеграл это для ступенчатой функции это просто сумма мы вот мы строим некоторую последовательность функции который стремится к f вот в этом смысле а и тогда и и и вот эти все они ступенчатые для не определен для них определен и теперь и тогда вот вот этот вот вот этот вот в предел этих интегралов это для вот этих функций он будет стремиться к какому-то случайному числу какой-то случайный но вот это непонятно потому что это имел чисел понятно что означает а что значит предел случайных чисел здесь нужно либо фиксировать виновский процесс то раз она всегда для всех же n то есть вот реализацию ты зафиксировал реализацию видовского процесса и тогда у тебя это число и все они числа и тогда ты можешь взять предел потом по реализации поболтать и сказать что это вот вот это либо как-то иначе вот как здесь определяете потому что это в тюрьму как бы предельный перехода это вещь очень тонкая до негатив пределов случайных чисел быть не может пока мы не определили что это означает вот я предлагаю тебе следующее определение что ты берешь какую-то реализацию виновского процесса считаешься на ней и утверждает что дальше ответ является вот случайно величиной зависит вы биновского процесса по этому закону но нам доказывать, что предел есть. Да, тут надо заказывать. Тут надо еще, кстати, объяснять, как мы именно строим вот эти вот функции и для каких именно для какого именно класса функций такую последовательность можно построить. Ну ладно, это дальше ясно, что это нужно в специальных учебниках читать. Да, тут вот важный момент, на который надо обратить внимание, что вот это выбор вот этих, построение вот этих функций, да, как вот можно выбирать константу. То есть ну, на самом деле, на самом деле, вот если мы будем строить эти функции g, вот мы будем выбирать эти константы как какое-то какое-то значение функции f да, как на на этом отрезке. Ну да, да, да. Ну это понятно, как это обычно интегрирование. Да, 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 как в обычном интегрировании, но вот тут как раз возникает момент, связанный с тем, что это случайные величины и там с измеримостью случайных величин. Ну да, 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 возникает куча моментов. Вот. И интеграл и то ограничивает вот эти, вот этот выбор тем, что t со звездочкой все время gt, все время равно t gt. То есть он все время берет вот эти вот левую точку на отрезке. А, все, понял. Всегда берет левую точку. Да. И это в этом случае вот эти все функции, они будут измеримы относительно той информации, которая доступна на момент времени t gt. И это означает, что они не заглядывают в будущее. Вот это вот важный момент. Есть другой, кстати, способ построения стахастический интеграл стратоновича. Он для физических приложений применяется. Я, честно говоря, не знаю. Это кто-то наш, да? Да, да. Стратонович. Да. С таким ударением стратонович. Стратонович. По-моему, он с физфаком. Вот он делал это для физических приложений, для статфизики. И там такое свойство не заглядывания в будущее, оно не было важным. Но зато из-за в том крале стратоновича другое свойство появляется. Удобное, хорошее. Так. Ну что, я думаю, что больше нам не съесть. Как это? Крокодил звонил, да, говорит, пришли мне калоши. Штук 5 или 6. Больше ему не съесть. Давай я формулу и тысячу запишу. Запиши. То есть, вот и тогда мы уже... А, стой, вот это не стирай. Ага. Вот здесь вот. Давай, да, напиши формулу ИТ, это уже на вырост будет и мне. Ну, собственно... Ну, может быть, кто-то из крутых слушателей скажет, что это ему очевидно. Давай. Такие у нас есть. Сейчас. Я вот... Я дошел до стадии, где я уже начинаю плавать. Мне хочется задать кучу вопросов про меры, соответствующие, про... Ну, у тебя хорошие вопросы. Я даже, честно говоря, не готов на все ответить. Ну, давай тогда заверши финальный аккорд. Формула ИТО. Формула ИТО. Так. Значит, вот для таких вот процессов ИТО, которые вот так вот записываются, да? Угу. Так, там было ясно, здесь ИКС, это то же самое, да? Ну, да-да-да. Так. Тут конкретный процесс, а здесь, ну, любой процесс, который вот такого типа, да? Вот эти А, 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 то есть если вот, вот если процесс ИКС определяется вот так вот, то И, значит, у нас вот есть такая функция, есть функция F от ИКС ИТ, сломался, да? Так. То Y равный и F от ИКС ИТ тоже будет определяться такой же, по такому же принципу, но вот эти вот функции будут такого вида. Сейчас я запишу. Сначала в виде крокодила, а потом в виде компактного. Это будет красиво. Так, есть некий случайный процесс, который вот так задан, такими превращениями, да? Если есть от него функция любая, от него и от времени даже, да? То ее превращение… Можно для краткости написать. Выглядит сейчас страшноватенько, да? Но это имеет строгий смысл, да? Вот это включилось сюда, да? Да, да, да. Ну, тут я здесь написал от ИКС ИТ, потом перестал эти аргументы писать. То есть, виновский в квадрате влез в исходный, в обычную часть, да? Есть как бы предсказуемая часть, виновская часть. И виновская часть в квадрате влезает в предсказуемую, получается, да? А в линейной остается в виновской. Это можно записать еще в более… Вот обычно это так. Это связано с тем, что квадрат виновской части при вращении, он как раз такой вот уже дифференцируемый. Да, это с этим связано, да? Это связано, да? Да, сейчас вот это будет очень хорошо видно. Да. Так. Можно записать таким образом. Очень красиво и легко запоминать. Так. Тут-то-то. Так. Дх. Похоже на обычный матанализ, да? Вот эта часть. Дф, ну, если… Ну-ну. Да, вот так. Так. Плюс. Дх. Плюс вот эта вот квадратная добавочка. Да. Плюс квадратная добавочка, которая… А, превращение квадрата, да. Что такое дх в квадрате, да? Дх в квадрате надо взять вот это и честно возвести в квадрате. Ну, как бы механически возвести в квадрат. И при этом воспользоваться таким правилом, что дт в квадрате равно нулю, dt на dv равно нулю, а dw в квадрате равно dt. То есть такое правило оперирования вот этими дифференциалами, да? Да. Ну, а это из-за дисперсии? Да. Это из-за дисперсии. А это из-за чего dt, dv равно нулю? Из-за требований независимости на интервалах. Ну, вот… Как кажется? Ну, в принципе… Ну, тоже независимость… Ну, в общем, вот эти вещи можно проанализировать, как дельта t, дельта v в смысле вот этого предела. Мат ожидания от интеграла квадрата разности. Можно показать, что это дельта v в квадрате стремится к t. Да, да, да. Да, тоже в этом же смысле. Ну, это из-за дисперсии, это понятно. Да, да, да. Ну, и точно так же вот это можно показать. Что в смысле вот того предела, как от ожидания квадрата разности… Да, прикольно, прикольно, очень прикольно. Вот эта вот короткая форма, она очень красивая, она вот тут вот просто… Помогает работать. Она вот здесь вот просто повторяет обычное правило дифференцирования. А дальше, да, да. И здесь вот это статистическое, да? Да. Но строгий смысл он вот такой вот. Вот. Когда мы один процесс это выражаем через другой. И тогда, тогда можно решить вот это уравдейтие, которое у нас здесь написано. Решается оно при помощи того, что мы рассматриваем функцию f. f от s и t равно логарифм s. Вот если к ней применить лему итто, то мы получим для вот такого процесса, для которого мы знаем ds, мы получим геометрическое бронзское движение. Да, супер. Вот, наверное, тут можно точку поставить. Спасибо огромное. Спасибо, Михаил. Спасибо, Алексей. Друзья, ну вот, ну не знаю, по крайней мере, это очень интеллектуально глубоко, да. Вот, очень интересно, прям открывает, да, какие-то совершенно новые перспективы. Вот так, случайные процессы. Любите и жалуйте. Маткульт, пока. Пока.